Победа ветеранов Диктант победы написали уссурийцы. Всемирная акция объединила людей разного возраста и рода занятий. В нашем городе среди участников школьники, студенты, военные. Мы побывали на одной из площадок проекта в Центре детского творчества и узнали, насколько сложны в этом году были вопросы. Пользоваться средствами связи, электронной вычислительной техникой, фото, аудио и видеоаппаратурой запрещено. Справочники и шпаргалки тоже внезаконно написать диктант победы помогут только знания и черная гелевая ручка. В 2020 задание по событиям Великой Отечественной войны решили полтора миллиона человек по всей России и за ее пределами. Среди участников были и жители нашего города, в том числе школьники. Чтобы улучшить свой результат, в этом году ученики с умом подошли к подготовке. Дети заранее зарегистрировались, посмотрели примерные вопросы, потренировались различные вопросы по истории, подходили к учителям истории. Они тоже помогали им, оказывали посильную помощь. Одной из площадок акции стал Центр детского творчества. Сюда пришли ученики разных школ округа. Все получили комплект заданий и личный код, который поможет потом узнать результаты. На выполнение теста 45 минут. Вопросы собраны разных уровней сложности. В одних нужно просто отметить правильный вариант, а другие требуют развернутого ответа. Надо, так скажем, много очень знать по культуре, связанной с Великой Отечественной войной, по фильмам, по книгам. В общем, довольно много таких вопросов было. Но были и по военным действиям, по хронологии, ну и подобные. Сложно? Да. Мне кажется, большинство школьников этим просто не интересуются, так как им неинтересно. И эти события, это, конечно, в прошлом многие считают, что они не нужны. Но на самом деле это очень важно, очень важно помнить всех наших героев, нашу историю. В среднем на выполнение заданий у школьников уходит до получаса. Организаторы заметили, чем старше участник, тем больше сидит над бланком. В любом случае, в итоге учитывается не количество минут, а правильность ответов. Оценивать работы, кстати, будут в Москве. Наша задача после того, как диктант закончился, отсканировать сами бланки, отправить, и они уходят на проверку в Москву. Это также и уменьшает шансы того, что мы можем кому-то написать правильный ответ и кому-то написать неправильный. Вслед за электронной версией в Москву летят и оригиналы документов. Работы у организаторов акции хватает, потому результаты диктанта победы следует ждать только в следующем месяце. Узнать свою оценку можно будет на официальном сайте проекта по личному номеру участника. Виктория Калинина, Анна Клыга, Роман Адонин, Телемикс От младших старшим воспитанники Уссурийского Суворовского училища поздравили с праздником победы ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут в Уссурийске. Мальчишки устроили небольшие концерты прямо во дворе. Кто-то из пожилых людей выходил принять музыкальный подарок, кто-то слушал из окна. На помощь пришел духовой оркестр Суворовского. Встреча получилась атмосферная и эмоциональная. Не обошлось и без слез. Ветераны-фронтовики и дети войны делились своими историями нелегкой жизни в военное время. В целом суворовцы посетили 8 ветеранов. Кто с гранатой под танк бросался, а приказ 227 был таким, что не обсуждался. Кто и как мог вести учет всех загубленных той войной, больше тысячи штрафных рот и на всех один позвой. Жители Уссурийска с просьбами и пожеланиями теперь могут напрямую обращаться к депутату законодательного собрания края Александру Щербакову. В городе начала работу общественная приемная. С приморским политиком пообщалась Марина Роман. А наболевшим и не только. С предложениями и пожеланиями уссурийцев ждут в общественной приемной Александра Щербакова. Депутат законодательного собрания Приморского края за свою политическую деятельность успел помочь многим избирателям во Владивостоке. Теперь черед жителей нашего округа. Руководителем этой общественной приемной у нас будет Надежда Евгеньевна Исаева. Я надеюсь, это человек, известный в городе Уссурийске. Тот, который знает и всегда очень активно и старательно обходится с обращениями и пожеланиями тех людей, которые обращаются с просьбами. Безусловно, и я буду вести личный прием граждан. Я уверен, что каждый получит обратную связь. За два с половиной года работы в Заксобрании Приморья Александр Щербаков добился финансирования ремонта целого ряда объектов образования на большей части территории Хасанского района. Были поставлены окна и реконструированы кровли практически во всех детских садах и школах. Во Владивостоке силы и внимание депутата были брошены на приведения в порядок дорог и тротуаров. Теперь свой опыт планируют использовать на благо жителей Уссурийска. Наша общественная приемная готова принимать граждан пять раз в неделю с 12 часов до 20.00 как лично, так и по телефону. Обратиться в общественную приемную Александра Щербакова можно по телефону 7 902 557 60 67, а также лично. Каждый день со вторника по субботу по адресу Ленина 122. Депутат Приморья открыта для пожеланий и предложений уссурийцев. Роза Чемерис посетила наш город, пообщалась с жителями и теперь всех желающих обратиться с различными вопросами ждут в штабе, который начал свою работу. Подробнее в нашем сюжете. Время пришло решать тебе. Таков лозунг предвыборной кампании депутата Розы Чемерис. Политик побывала в Уссурийске с целью открыть приемную для жителей нашего округа, но сперва пообщалась с людьми на улицах города. Крайне важно, как я уже говорила, вернуть доверие к выборам, дать понять людям, что голос каждого человека, каждого избирателя, каждого уссурийца важен. И мы хотим донести очень простую мысль, что все мы вместе с вами, друзья, просто жители Приморского края, которые очень хотят сделать эту жизнь лучше. Каждому нужны очень простые вещи, чтобы дети ходили в достойные школы, чтобы они учились спокойно, чтобы была уверенность в завтрашнем дне. Уссурийск не первый город в списке, который уже посетила команда Розы Чемерис. Для дискуссий, просьб и предложений приемные депутаты открыли в Хасанском районе, а точнее в Славянске и Зарубино, во Владивостоке. После Уссурийска команда отправилась в Покровку и встретилась с молодежью Октябрьского района. Планируем проехать все населенные пункты, все районные центры, входящие в штат 2-й округ, поедем в Камень рыболов, обязательно в Партизанский, проедем все районы, Вольно-Надеждинский, Раздольное, поселок Новый. Опять же, поработаем в Владивостоке еще, то есть на всех территориях мы будем обязательно. Команда Розы Чемерис готова к диалогу. Горожан ждут в приемной по адресу Некрасова, 124, с 10 утра до 7 вечера. Свой вопрос также можно задать по телефону 8-984-199-54-30, либо 8-984-189-80-54. Выпуск новостей продолжит наша регулярная рубрика «Коммунальный ликбез», главная цель которой – помочь людям разобраться во всех тонкостях сферы ЖКХ. На этот раз поговорим о привлечении к ответственности за несанкционированные свалки. Привлечение к ответственности за несанкционированные свалки. Кто должен наказывать нарушителей порядка в городе и куда с этим вопросом обращаться? Я хочу вам сказать, что практика у наших жителей очень великая. И люди, всех нарушений, которые выявляются, что касается наличия сброса мусора в неустановленном месте, люди реагируют и как правильно они нам сообщают. И мы очень оперативно принимаем меры к наказанию виновных лиц. Мы привлекаем к наказанию в соответствии с 44-м краевым законом. И в отношении должностных лиц составляется протокол и штраф предусмотрен от 5 до 10 тысяч. На юридических лиц от 50 тысяч до 80 тысяч. Ну и на физических лиц от 1000 до 3. Когда фиксируют нарушения на видео, на фото, нам представляют, звонят. Когда нет фото, в принципе, есть какие-то данные, особенно что касается физических лиц, потому что, как правило, фиксируют транспорт. Мы выезжаем сами, находим это виновное лицо. И в отношении этого виновного лица составляем протокол о привлечении к административной ответственности. Конечно, это в первую очередь нужно обращаться в полицию. Полиция составляет материалы, опрашивает виновное лицо, свидетелей и представляет нам документы для составления протокола. И эти протоколы потом рассматриваются на заседании административной комиссии. Впереди вас ждет короткая реклама. Не переключайтесь, вскоре вы увидите. Свободное падение. Парашютный сезон открыли на Барановском аэродроме. Результаты работы. Отчетный концерт провели в детской школе искусств. Дебют десантников. Военные спортсмены боролись на всероссийских соревнованиях в памяти Валерия Асапова. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Победители интернет-конкурса по лесоводству наградили в Уссурийске. Свои знания испытали почти тысяча школьников со всего Приморского края. Кто забрал призовые места, знает Марина Роман. В сельскохозяйственной академии прошло торжественное награждение победителей интернет-конкурса по лесоводству. Грамоты, дипломы и, конечно, сувениры вручили приморским школьникам, которые неравнодушны к лесным знаниям. Получить заслуженные призы приехали ученики из Анучина. С нами поделились о том, какие задания в конкурсе оказались самыми сложными. Получается, на дерево была подвешена ленточка и было написано, что дерево растет на 7 сантиметров в год. И на сколько сантиметров вырастет дерево за три года. То есть там был подвох, что дерево растет, макушка дерева растет. А многие ответили, что просто посчитали плюс 21 сантиметр. Это уже третий интернет-конкурс, который проходил в марте и апреле в Приморье. Посостязаться в вопросах лесоуправления решили более 850 учеников из 28 школ края. Такие интеллектуальные соревнования только один из многочисленных способов распространения и популяризации лесных знаний у молодого поколения. При поддержке сельхозакадемии у нас два года назад было создано школьное листичество по Востоку. Мы занимаемся теоретическое изучение материала, плюс участвуем в разных конкурсах. В этом году у нас второй год подряд мы уже садим саженцы, не в лесу, а возле обелисков. Среди такого количества участников довольно сложно было выбрать лидеров, так как уровень знаний и подготовки самих школ очень разнится. Поэтому на встрече провели дополнительное тестирование и выбрали, так сказать, победителей среди победителей. Здесь есть ответы. Бабушка, девочка, соседка, елочка. И цвет. Вы на этот цвет нажимаете. Главная задача таких конкурсов – вызвать интерес у подрастающего поколения к вопросам лесоводства и к проблемам лесного хозяйства. Можно сколько угодно тушить природные пожары и ловить черных лесорубов, но часто это остается лишь борьбой со следствиями, а не с причинами. Организаторы полагают, что такие методы помогут воспитать у молодежи ответственность по отношению к лесу. Имея такие богатства лесные, такое разнообразие биологическое, мы не имеем системы школьных лесничеств, но, что очень важно, управление образования и Приморского края, и Уссурийского городского округа, Министерства лесного хозяйства, они как бы знают. Они как бы наши в этом году соорганизаторы, и поэтому они даже устно и письменно сегодня не могли присутствовать, но приветствовали участников нашего конкурса. Поэтому это такие маленькие шаги, которые мы продолжаем делать на этом пути. На этом пути к сохранению и приумножению природных ресурсов Приморского края. Например, благодаря успешному сотрудничеству Института лесного хозяйства с Фондом дикой природы России удалось вернуть под управление Академию около 29 тысяч гектаров ценнейших лесов. Проделаны большие работы по лесоустройству и разработке проекта освоения лесов. Завершили встречу по случаю награждения победителей конкурса флэш-мобом в честь года водно-болотных угодий. Парашютный сезон открыли на Барановском аэродроме Уссурийска. Новички отправились навстречу своим страхам при поддержке опытных спортсменов. Наша съемочная группа побывала в рядах покорителей неба и узнала много интересного. Летний парашютный сезон 2021 года в Уссурийске можно считать открытым. Более 20 участников решили на себе ощутить всю прелесть свободного падения. Прыжки делали с высоты 1200 метров. Первый чемпионат Уссурийского городского округа будет проходить таким образом. Ребята будут выполнять комплекс фигур в свободном падении самостоятельно, после чего работать над точностью. Федерация парашютного спорта существует уже два с половиной года. За это время реализовали три социальных проекта, которые дают возможность молодым людям из детских домов покорить небеса и получить спортивные разряды в данном виде спорта. А морально вы готовы прыгать? То, что сразу с самолета выйти? Ну, конечно, мы уже сделали несколько прыжков. Как-то готовы к разным ситуациям. Мы морально готовимся до прыжков. Я еще готовлюсь перед сном обычно. Музыку, рубав, наушниках. Настраиваюсь. И с утра, когда езжу, всегда настраиваюсь на прыжок. Помимо новичков, в стане парашютистов есть и опытные спортсмены. Юрий Мартынов в этом деле с 2002 года. В спорт привел пример отца, который проходил переподготовку в Уссурийске. Сам Юрий Мартынов – рекордсмен России по количеству людей в воздухе. Вместе с ним прыгали 200 человек. – Обычно люди спрашивают, вот хочу прыгнуть, хочу прыгнуть, так тянет, так тянет, но боюсь. Ну, конечно, вы знаете, у нас тоже у всех спортсменов очень много прыжков. И мы, в принципе, тоже всегда боимся. Ну, как, это не знаю кто, дураки, наверное, не боятся прыгать. Потому что все-таки это высота, это экстрим, это осторожность. Конечно, это надо попробовать перебороть себя. Несколько прыжков сделать. Первый прыжок, вроде бы, ты не понимаешь. Второй уже, третий осознаешь. Да ладно! По итогам городских соревнований среди юниоров отличились у Сурицы Данил Аистов, Роман Кравец и Александр Сосенков. Среди взрослых Владимир Захаркин, Андрей Уткин, Александр Блинов, который приехал из Владивостока. Следующие соревнования запланированы на июль. Виктория Калинина, Владислав Нам, Роман Адонин, Телемикс. Отчетный концерт провели в детской школе искусству «Сриска». Результаты своей творческой работы за год показали музыканты и танцевальные коллективы. Наша съемочная группа отправилась посмотреть выступление. Ангелина Лапко открыла отчетный концерт в детской школе искусств. Гордость Приморья, стремительно восходящая звезда на музыкальном небосклоне, талантливая скрипачка из Уссурийска, стала лауреатом международного конкурса «Щелкунчик», завоевала гран-при в онлайн-конкурсе «Новые звезды во Франции». За этот год Ангелина выучила около пяти серьезных произведений. Одно из них для исполнения в отчетнике было выбрано не случайно. Это испанский танец, у него очень бодрый характер. И нужно передать именно точь-в-точь, о чем это произведение, потому что это должно быть такое очень виртуозное, это такое быстрое произведение, и все должно быть очень эмоционально, то есть чтобы можно было танцевать. У каждого музыканта есть свое личное ощущение того или иного произведения. Вот и пианист Юрий Хан привнес в «Ноктюрн грезы любви» Ференса Листа немного собственных красок и музыкальных оттенков. Это предпоследний отчетный концерт парня в стенах школы. В этом году Юрий станет выпускником. Весь учебный год я выучил шесть произведений почти. Это произведение я выбрал, потому что она яркая, красочная и как раз для концерта подходит. Скрипачи, пианисты, флейтисты, баянисты, танцоры, воспитанники всех отделений показали результаты своих творческих трудов и усилий за год. Впервые за долгое время со сцены звучал кларнет. Сегодня мы отобрали самые лучшие номера. Это победители, лауреаты международных, всероссийских конкурсов. Конечно же, мы взяли номера с разных отделений. Это и хореография, это и музыкальные направления инструментальные, и, конечно же, вокал. У нас вокал как эстрадный, так и фольклорный. В этот день выступили около 200 детей, которые подготовили и показали 25 номеров. Май у воспитанников школы искусств насыщенный. Впереди отчетные концерты отделений народных инструментов, хореографического и эстетического. Марина Роман, Алексей Шаповалов, Телемикс. Выпуск продолжит блок спортивных новостей, а я с вами прощаюсь. В студии работал Павел Юнгерштурм. До скорых встреч. Неистовая публика на трибунах подогревала накал страстей между командами. Под волейбольной сеткой в рамках спартакиада предприятий по очереди встретились сборные таможни у ЛРЗ и работники образования. Они стали лучшими из лучших и вышли в финал. Теперь соревновались за первое место. Первый матч состоялся между командой локомотива ремонтного завода и сотрудниками уссурийской таможни. Там ведомственная структура показала высший класс, несмотря на то, что в составе сборной только любители. И везет, если попадаются профессионалы. Кстати, правила состязаний слегка изменили, чтобы не загонять спортсменов в жесткие рамки. Вообще регламент этой спартакиады немножко смягчает официальные правила волейбола. И в счете, и в судействе тоже. Делаем ставку на то, что все-таки это работники учреждений, люди неподготовленные. Ну и как бы уровень даже, наверное, чуть ниже любительского. В профессиональном волейболе есть ограничения по времени и играют до разницы в два очка. Здесь же соревновались до тех пор, пока одна команда не забьет другой 21 мяч. Как и сделали таможенники с командой УЛРЗ. Затем представители таможни оказались под сеткой против работников образования и сразу же стали брать верх. Однако учителя сдаваться так просто не собирались. Пока перевес на стороне команды таможни. Видно, что команда укомплектована хорошими, умеющими игроками. Во всех линиях они сильны. Но и у нас уже команда сильная, команда собрана. Многие игроки уже не первый год друг другом играют. Уже есть наработанные связки. Усилия команды учителей были не напрасны. Но команду таможни обойти не удалось. Они все-таки забрали первое место. Работники образования на втором. Третье место УЛРЗ. Но результаты не приговор. Есть возможность отыграться на других видах спорта. Впереди еще эстафета и мини-футбол. А за плечами большая часть состязаний, куда вошли дартс, шахматы, плавание и многое другое. Елена Карпенко, Роман Адонин, Телемикс. Впервые бригада ВДВ и Федерация спортивной борьбы провели совместные соревнования в памяти погибшего военачальника Валерия Осапова. Около 80 участников вышли на ковер. Помимо борцов из Уссуриска, за золото боролись команды из Забайкалья, Хабаровского края и разных городов Приморья. Сильную сборную представила 83-я бригада. Сейчас официально вводят и борьбу именно в армию. Поэтому сегодня все ведущие наши спортсмены, которые есть в Приморском крае, они как раз таки все и служат в 83-й бригаде. Поэтому тут выступают одни из самых сильнейших борцов Приморского края. И в основном все это с 83-й бригады. На ковер вернулся один из лучших уссурийских борцов Андрей Цой. Неоднократный победитель первенства России. Призер европейских и международных соревнований недавно возобновил свои тренировки. За время перерыва Андрей успешно выступал в профбоях по правилам смешанных единоборств. Но любимый с детства вид спорта все же победил. Уссурийц сделал акцент на броски в партере и не прогадал. Победа за Андреем Цоем. Не хочется признавать, что ты старый. Хочется доказывать всем молодым, что ты еще можешь что-то. Ну, тренируемся, вот. И желание есть. Как бы, можно сказать, второе дыхание, может. Перерыв где-то пять лет был, не выступал. Весь зал гудел на схватке у Сурица Константина Ланькова. Секундант товарищи по команде поддерживали борца. Несколько контратак Константина были перехвачены оппонентом. Итог победа соперника с явным преимуществом. Чувствовал соперника, знал то, что буду делать, ожидал. И все равно улетал на тот прием. Не знаю, я же еще раз говорю, это были какие-то определенные недоработки. А так соперника чувствовал вполне, вроде, стопроцентно. Думаю, победа будет моя. И в этот раз не повезло. В общекомандном зачете десантники 83-й бригады стали лидерами. Теперь к стартам готовятся уссурийские дети. 8 мая сборная города поедет на открытое первенство Владивостока среди борцов 12-14 лет. Наталья Зайцева, Игорь Антонов, Телемикс. Редактор субтитров А.Семкин